Казахстан в прошлом году сумел сохранить уверенные темпы роста. Фактором устойчивой отечественной экономики стало развитие обрабатывающей промышленности, строительной отрасли и сельского хозяйства. Основные макроэкономические показатели по всем сферам озвучили главы ведомств на заседании правительства. Какие задачи на этот год ставит теперь для себя правительство страны? Расскажем далее. Экономика Казахстана наряду с реальным сектором за год укрепилась на уровне выше 3%. На 8% выросли инвестиции в основной капитал и более чем на треть внешнеторговый оборот страны. За 11 месяцев он превысил 122 миллиарда долларов. Если импорт в этом числе состоял около 45 миллиардов долларов, то экспорт – 77 миллиардов в этой же валюте. При этом поставки обработанных товаров на внешние рынки выросли почти на 34%, достигнув 24 миллиардов долларов. В разрезе отрасли и обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 9,4%, в том числе в автомобилестроении на 19,1% и производстве электрического оборудования на 22,2%. Кроме того, рост производства зафиксирован в следующих отраслях – продукты питания, продукты нефтепереработки, продукция химической промышленности, напитки, пластмассовые изделия, лёгкая промышленность. Рост экономики уже в наступившем году должен быть не менее 4%. Приоритет в развитии отраслей при этом необходимо отдавать насыщение у рынка страны внутренними товарами. Задачи на 2023 год на заседании озвучил глава Кабмина. Министерством и областным акиматом Алихан Смаилов поручил до конца года привлечь не менее 24,5 миллиардов долларов инвестиций. Также правительству предстоит снизить инфляцию в два раза до 9,5%, а число занятых в сфере МСБ довести до 3,8 миллиона человек. «Развитие предпринимательства является важнейшим фактором устойчивости национальной экономики. Новая регуляторная политика по отношению к бизнесу должна быть понятной и справедливой. В текущем году нужно обеспечить эффективность контроля через автоматизацию систем управления рисками. Важным вопросом является разработка нового бюджетного кодекса. Нам нужно в текущем году усилить финансовую дисциплину, расширить прозрачность бюджетной системы и повысить эффективность государственных расходов». Также в этом году в стране продолжится и процесс приватизации. Доля государства в экономике должна уменьшиться до 14,4% ВВП. Для этого в ближайшие 12 месяцев должна быть реализована большая часть комплексного плана. Контроль за достижением всех запланированных показателей социально-экономического развития возложен на министров и акимов. Общая координация за вице-премьерами.